Дорогие друзья, недавно мы встречались с работниками Саратовской городской скорой помощи и обсуждали ряд проблем, которые требуют решения. Во-первых, укомплектованность водителями автомобилей скорой помощи. У нас с вами не хватало водителей от необходимой штатной численности, ни много ни мало, 57%. Сегодня этот вопрос практически решен. Я считаю, что это нужно было сделать раньше. Это говорит о том, что те, кто отвечает за состояние здравоохранения, либо не чувствуют этих проблем, либо не хотят их почувствовать. Неправильный такой подход, тем более, когда мы говорим о скорой, мы должны делать все возможное для того, чтобы наша скорая была укомплектована высокопрофессиональными кадрами. Этот вопрос, насколько я знаю, сейчас находится в завершающей стадии решения. Спасибо, что услышали. Спасибо, что наконец-то мы эту проблему решим. Надеюсь, что в будущем у нас не будет больше вакансий на скорой. Говоря о проблемах, еще раз хочу озвучить тему, которая в ходе разговора звучала. Недостаток автомобилей. У нас недостаток автомобилей скорой помощи в городе Саратове составляет 30 машин класса B и 8 автомобилей класса C. Со своей стороны постарался найти возможности, которые позволят пополнить бюджет Саратовской области. И целевым образом средства должны будут пойти на закупку автомобилей класса B. Речь идет о 24 автомобилях. Они будут на базе автомобиля Газель класса Next. И ближайшие несколько недель должны поступить в скорую помощь города Саратова. Надеюсь, сочетание решения вопроса с одной стороны укомплектованности кадров, повышение престижа водителей скорой помощи, с другой стороны приобретение автомобилей поможет работать скорой более эффективно. Но хочу напомнить тем, кто отвечает за работу скорой, что у нас остаются нерешенными еще две проблемы. Не хватает 32% на скорую врачей и немногим более 50% среднего медицинского персонала. медсестер, фельдшеров. И в этой связи прошу все-таки держать этот вопрос на контроле и постараться в ближайшее время решить эту проблему так же, как удалось решить вопрос комплектования кадрами водителей через повышение зарплаты. Тот, кто хочет искать решение вопроса, он всегда найдет решение его и дальше уже будет задача эффективно выполнена. А если есть отговорки, лучше тогда не работать, особенно в этой ситуации, и чем-то заняться другим. Спасибо вам большое. Не болейте.